Слава Господу! Только что мы слышали Слово Божие, и все были внимательны, о чем и шла речь, о Петре, и ударение была и остановка нашей мысли, и направление, Петр увидел себя, увидел Господа и увидел себя. Вы знаете, мне сегодня хотелось продолжить одно из тем, о которых я раньше говорил, и подчеркнуть служение ангелам. Что такое служение ангелам и предстоять пред ангелам? Вы знаете, Бог сказал, что ты продолжишь тему, дети, повинуйте своим родителям, и продолжение отцы не раздражайте своих детей. В прошлой рассказе я не говорил, детьям, а сегодня дедушкам, бабушкам, отцам и матерям. Я бы хотел сегодня прочитать и напомнить место в чешу на Писание, и мы будем рассуждать. Матфея, 15 глава. Я возьму с 15 главы от Матфея, с первого стиха, чтобы было понятно, о чем идет речь. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают предания старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им, Матфея, «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Тоже вопрос. «Ибо Бог заповедовал, вот в чем видел Христос, нарушение у тех, которые искали найти обвинение или обвинить причину Христа. Ему пришли что? Книжники и фарисеи. Книжники, которые читают, изучают, как и сегодня многие. И сегодня даже по радио говорят, 21 мая будет пришествие. Не верьте, это ложь. Это ложь, наглая, бесстыжая, бесовская ложь. Не будет этого. Ни сын, никто не знает даты пришествия. Сын Божий не знает. Как так, уже знают. Я бы хотел сегодня, чтобы именно здесь подчеркнуто Слово Божие. Потом Христос подчеркивает, что вы хотите меня обвинить, что мои ученики не моют руку. Как вы моете руки перед этим? Книжники и фарисеи делали еще другое. Они Тору мазали медом и на углах улиц читали и кланялись и лизали. А другие проходящие, ну, вот любят Слово Божие, читают. Но они не знают, что это Тора помазана медом. Это лжицы. Они делали это ежедневно. Так написано. И вот здесь Христос знал это, зная их, эту жизнь и их поступки. Он говорит им, но Он сказал им в ответ, зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Какого? Что Он сделал перед этим Христос? Что Он сделал? Что произошло перед этим? И вот ради предания вашего, какого? И Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословящий отца или мать, смертью да умрет. И злословящий. И здесь нет слова поднимающий руку. Здесь нет слова, а слово злословие поносит. Плохое говорит о матери или о отце. Почему сегодня мы не знаем молодые люди, не достигшие большей крепости, и умирают? Было в их жизни, они не покаялись, они злословили отца или мать, называли плохими словами. И не умирают прежде времени, не дожившие с того времени. Вы знаете, что я зачитаю это местописание, и мы будем еще немножко рассуждать. Но я хотел бы напомнить один момент. И я с вами его когда-то уже, может, напоминал, а может, ну, сегодня не совершим, если мы еще вспомним. 138-й псалом. «Куда пойду, седьмой стих, от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Милостив Бог, скажу, имя любовь. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмить от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Почему? Ибо ты устроил внутренности мою и соткал меня в очереде матери моей. Я сегодня говорю, почитай отца и мать. Ты устроил внутренности мою и соткал меня в очереде матери моей. И ты дадим вопрос. Я никого, Боже, упасись, чтобы на кого-то бросить тень или кого-то укорить, нет. Но это открыл Бог. Я это сам до сегодняшнего ночи, дня, я не понимал, не знал. Я молился также об этом. Ну почему рождаются детки? С недостатком. Или с болезнами. Когда здесь написано, ты устроил внутренности. было в жизни, когда этот сын или эта дочь или эта мать, или эта бабушка поносила своего отца. И это проклятие до четвертого рода. Не снимается. Мы этого не знаем, мы этого не слышали. И он говорит, ты, ты устроил внутренности. Ты устроил. Рождается ребенок с недостатком или без какого-то органа тела или из чего-то другого. Дорогие мои отцы и матери, я сегодня обращаюсь к вам, дети. И я лично также вместе с вами давайте, как мы только что слышали перед мной, брат Женя говорил, как Петр встретился с Господом. Он никого не упрекнул. Ни слова упрока не было, что вот та служанка достала меня или тот меня спросил. Я вынужден был дать ответ. Нет, он горько заплакал, увидел себя. Когда он увидел проходящего Сына Божьего, когда он проходил в этом венце, когда вели его, когда он шел мимо, он посмотрел, и Христос пристально посмотрел ему в лицо. Но он не мог бы сказать, Петр, ведь я же тебе говорил, что это будет. Петр, ведь я же говорил, что ты отречешься трижды. Когда проповед Петух, не так и произошло. Но в этом взгляде Сына Божьего была одна любовь. Петр, я люблю тебя. Петр, тебе и шанс. Этот самый шанс был дан Иуде, но он не воспользовался им. Он пришел, как мы слышали, брат говорил, он привез, бросил эти серебряники и сказал, возьмите, то есть я не виновен, вы. Дорогие, в сердце что-то было другое. Ну, два человека. И перед нами стоит жизнь двух людей, которым был шанс воспользоваться. Тот сказал кто-то заплакал. И Мисус Солик, как брат говорил, также он читал, когда Христос страживал его трижды, любишь ли ты меня? И он еще последний раз сказал, ты знаешь. Ты знаешь. Первый шок, ты знаешь. Ты видишь. Мое сердце, мою жизнь. Как и велико, сожалею о том, что я готов был, говорил, мои уста дерзкие были. Я дерзал, смело сказать, что я на смель готов. Но я такая женщина, хрупкая женщина, сидевшая там у костра, посмотрела меня. Я испугался, и сказал, я не знаю его. Я не знаю его. Только женщины. Но я увидел себя. Господь показал эту сторону, когда мне надеялся себя. Я немножко отошел от темы. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во все ее матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Почему я говорю сегодня это? Я говорю, Господи, я не хочу. Эта тема очень больная. И на эту тему, я знаю, будет еще много плохих отзывов. А Бог сказал, сегодня это проблема номер один. Семья христиан, верующих детей в церквах, непочтение родителей, неисполнение заповеди Божьей. Отчего сегодня страдает семья, чего сегодня столько разводов, чего сегодня преждевременно столько смертей, чего сегодня столько болезней, чего сегодня рождаются младенцы, дети с такими болезнями и недостатками. Почему, дорогие мои, задумайтесь над этим. Бог начинает говорить сегодня. И Бог говорит сегодня со мною, сегодня говорит с каждым сердцем, говорит, продумай, 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 что, как мы слышали, когда Петр увидел себя, он ничего не сказал, ничего. Он только одно горько заплакал. Когда мы увидим Господа, когда мы увидим Иисуса Христа, мы не увидим ни соседа, ни брата, ни сестру, никого нибудь больше. Когда мы увидим Господа, мы увидим себя. В каком мы должны стоять? Что у меня нет даже молитвы. Мне не нужно сказать ему спасибо. Мне не нужно сказать спасибо за слух, за зрение, за нюх и обаяние. Я часто вспоминаю, это когда мы на работе, там на Украине один неверующий человек. Я вспоминал об этом не один раз. И он мне каждое утро я прихожу и говорит с праздником. Я не знал какой праздник, это каждый раз, каждый день. Ну ладно, если там праздник какой-то православный, католический или христианский праздник, но тогда не было никакого праздника. И он говорит с праздником. Однажды он меня ну уже только говорил много раз. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, ну какой сегодня праздник? А что ты не знаешь его не знать? И ты проповедник? И ты не знаешь какой сегодня праздник? Ну не знаю! Я уже пересмотрел, знал, что он меня поздравляет утром. Я уже все календаре пересмотрел, знал, подготовить себя. ну что, какой сегодня есть? Может, какой там покрова или какой другой день? Ну никакого нет! Терлячий, Николай Святой, никакого праздника нет! Я говорю, ну никакого нет! Нет! Говорит тебе, что ты не знаешь. Я говорю, почему? А разве это не праздник, что ты не на претенном столе, не автообильной катастрофе, что ты видишь без зрения, слух, нюх, обаяние? Разве это не праздник сказать Богу спасибо? Я бы сказал, неверующий человек, да, это праздник. Сказать Богу спасибо, что видели очи твои зародышь и ты соткал меня в очреве без недостатков. Здоровье, благополучие, органы тела на своих местах, глаза, уши, слух, зрение, все на своих местах. Разве не за что благодарить, что Бог дал нам жен, мужей, деток, лучаток, здоровье, благополучие? Разве не за что благодарить? Если бы мы видели Иисуса, мы бы сегодня не две, не три минуты молитвы шла, а невозможно было встать с коленей, потому что хочется сказать спасибо. Я помню один момент, когда это произошла встреча, это было в поезде, когда ехали на это, когда празднуют День Победы, и ехали военные, то есть фронтовики бывшие там сижались навстречу, и в поезде произошла их встреча, неожиданно, они не видели с того времени, как война была, не видели друг друга, ну и встретились, и он говорит, это ты, а он говорит, а это ты, упали на шею плачет, и он говорит, жене там, дети ехали, это тот, который спас меня, вынес из огня, если бы не он, я не был бы сегодня в живых, и было о чем говорить, они все время говорили, радовали, сплакали, говорили, а мы пришли сказать Господу, и у нас даже нет ни благодарности, ни радости, ни спасибо, вот как мы встретились с ним, вот как мы молимся о том, чтобы увидеть себя, не стыдно ли нам сегодня, что он, что не дал тебе в твоей жизни, чем он тебя не благословил, что сегодня твои уста молчать, твои уста не благодарять, твое сердце не радуется, сколько в этом городе окружает тебя людей, они не знают Господа, но ты, и я не лучше их, но называют тебя и меня сыном, и дочерью, разве нет за что благодарить, вот как мы видим его, вот как мы познаем его, мы ищем свое, как мы слышим, славлю тебя, потому что ты дивно устроен, что я дивно устроен, дивные дела твои, славлю тебя, потому что я дивно устроен, аллилуйя, я за что благодарить, я ни за одним глазом, ни за одним ухом, ни за одной ногой, я дивно устроен, и устроен также и в этой стране, имея хлеб, до хлеба изобилие, славлю тебя, скажите, это не есть для меня статья, приговор, человек неблагодарен, наследует царство Божие, нет, почему, потому что не веди Господа, если Господа, то вы благодарите, я дивно устроен, дивные дела твои, видит дела в жизни, и душа моя вполне сознает это, понимаете, и душа моя вполне сознает это, не скрыты были от тебя и кости мои, когда я созидаем был втайне, образуем был в глубине утробе, зародыши мои видели очи твои, и твои, в твоей книге записаны все дни, вот к чему я иду, в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было, как возвышено для меня помышления твои Божие, и как велико число их, стану ли исчислять их, но они многочисленные песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою, о, если бы ты, Боже, поразил нечистил, удалитесь от меня, кровожадные, зародыши мои видели очи, зародыши мои видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было, я не буду читать еще одно место, почему преждевременные смерти, не дожившие времени своего, это касается проклятия, украшает, и именно вот это место я читаю, как я и читал еще напомню, это Ветхий Завет, и знаете, я бы хотел, чтобы мы сегодня просто так молились, Господь, помоги мне сегодня увидеть себя не рядом сидящего, если я увидишь себя, я не буду тогда искать кого-то, кто-то мне мешает молиться, кто-то меня стесняет молиться, или я стесняю при каком-то молиться, почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо было тебе на этой земле, они могут сократиться, могут продлиться, зависит от меня, сейчас паранах говорить, ну, Богом было так определено, не всегда так, мы не знаем, как прожил жизнь этот человек, его, и за то, что ты будешь, чтобы ты заповедь исполняла, одна из десяти заповедей, чтобы продлились дни жизни твоей, и тебе было хорошо в той земле, продлились дни жизни, не сократились, ни в юности, ни в детстве, ни в молодости, как часто говорят, ему стоять или ей стоять под венцом, а мы их хроним, почему? За неисполнение заповедей, вы знаете, сегодня и выдели зародыш мой твои очи, выдели, видели очи твои, книги, записанные все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было, они уже были записаны. И немножко возвращаюсь к этому месту, где я начал читать Матфея, я веду о том благословении, которое мы терять можем своими устами и своим поведением неисполнение одну из заповедей. Бог заповедовал, написано, почитай отца и мать и засловивший отца или мать смертью да умру. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца свою или мать свою, таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Заметьте, чем? Вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Перевожу. Другими словами. Почитай не злослов, а вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Бог подчеркивает, показывает то, что евреи, они взяли почтение. И какое почтение? Как они говорят здесь, а вы говорите, если кто-то скажет отцу или матери, дар Богу. Мама, ты у меня дар. Мама, папа, ты у меня дар. Но за этим не стоит почтение. За этим не идет исполнение заповедей. Заметьте, как они делали, нарушая заповеди Божьи. И они здесь говорили отцам, отцу и матери по сегодняшний день. Они говорят лестное, они говорят приятное в лицо родителям, но в сердце другое. Вот о чем здесь Бог открывает. В устах, друг, одна жизнь, вы можете принести маме букет цветов, коробку конфет и любимое платье. Но заметьте, то, что вы там наборозили, это ничего не изгладить. Ни этот букет цветов, ни то платье, ни то коробка конфет. Этого не изгладить. Изгладить только твое и мое покаяние перед Богом. Вот о чем идет речь. И Христос знал это. Сын Божий знал это. Что они купляли свою вину, искупляли вину даром. То есть подарками. Перед родителями. Но и не исполняли ту заповедь, которую сказал Бог. То может ли, может и не почитать отца свой или мать свою, таким образом вы устраивали заповедь Божию преданием вашим. Это предание отцовское. И их старцы. Это предание. Лицемеры. Хорошо пророчествовал у вас Исайя, говоря. Приближаются ко мне люди с ее устами своими. И люди с ее устами своими чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но щетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Видите? Вот где будет мир. Вот где, говорят, дар Богу учения и заповедям человеческим. И знаете, сколько сегодня этих человеческих заповедей наделали люди? Очень много. Почему и сегодня. Много таких динаминаций, вероисповеданий. Из-за того, что люди начали что-то свое придумывать, что-то свое внедрать. И стало много церквей, много динаминаций, много вероисповеданий. И здесь говорит, лицемеры хорошо пророчествовал у вас Исайя, говоря. Приближаются ко мне люди сии устами своими. И чтут меня языком. А сердце же их далеко отстает от меня. Четно чтут меня. Уча учения и заповедям человеческим. Вот о чем он сказал. Вы говорите, что скажете отцу или матери, дар Богу. Это учения и заповеди человеческие, которые внедрили евреи. Почини отцов. Склоняться. Голову, шляпу и так дальше. Но Бог не об этом сказал в почтении. Бог не об этом сказал в почтении. И он сказал о почтении том, кто почитает отца и мать. Это не то, что просто, как мы понимаем. Я еще одно место зачитаю. И фисянам, то, что я читал в прошлый раз. Я буду переходить к началу темы. Дети, помянуйте своим родителям Господи. Ибо сего требует справедливость. Почитай отца твою и мать. Это первая заповедь. С обетованием. Я становлюсь в слову с обетованием. А какие обетования люди? И будет долголетие. Будешь иметь благополучие. Будешь иметь здоровье. Ты. И дом твой. Да будет тебе благо. И будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Но воспитывайте их. Учение. Наставление Господнее. До всего места. Отцы, дети. Ну, там где отцы, там и мамы. Почему строить отцы? Это глава семейства. Почему строить отцы? Это пастора домашних церквей. Почему строить отцы? Потому что написано в слове Божьего. Муж, которому глава Христос. Так? Что они должны быть главами семейства. Не кулаком, не криком, не властью, как и думают часто. А властью Божьей. Силой Божьей. Помазанием Божьим. Божьей благодатью. Божьей любовью. Чтобы жены могли видеть в нас. Получать от нас поддержку. Они могли видеть, что в муже опора. В муже он может положиться. Открыть свою боль. Поделиться. Он видит, что он может понести это на руках молитвы. Он получит эту силу благословения и обречения. Он не побежит соседке жаловаться о своей нужде. Нет. Он побежит мужу сказать о боли души своей. О крыке души своей. Мужу, которому одно тело. Он доверяет. Что он тот, которого дал Бог. И вот здесь говорится это слово Божие. И именно подчеркивает о том, что именно для меня вопрос. Кто я сегодня? Кто я сегодня? Как я при лице Божьем сегодня? Приближаются ко мне люди сие устами свои и мечтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Скажите, не я ли там? Сколько сегодня людей? Сколько сегодня домов семьи? Сколько сегодня слез? Сколько сегодня горя? Сколько сегодня не могу вам перечислять и говорить? Если я слышу телефон, нет звонков, просьб. Муж бросил, муж бросил, муж бросил. Дети остались, жена осталась. Это верующие, сосчитанные христианскими браками. Почему? Почему? Ну и самое начало еще. Самое начало это глупшее. Я не хочу сегодня возвращаться. Это другая тема. О целомудрии юноши и девицы. Когда там нарушается, и вступая в брак нечисто, вы будете жать всю жизнь и ваши дети. Это жатва будет. Но я сегодня хочу говорить о главах. Вы отцы. Почему Бог не сказал там, или там промолчалось, вместо и вы матери? Потому что Бог знает, что вы отцы. Это зависит от вас. И если вы на том месте, где хочет видеть Господь, то и жены будут послушны Богу и вам. Там, где хочет Бог. Я буду. Я должен быть. Бог, это требует справедливость Божия. Мы можем обвинять, если Петр, он Бог сказал, ну, это служанка, или там, эта женщина сидела там, она меня спросила, ну, это же было... ну, я виноват, она виновата. И сколько можно найти священное писание, как Адам сказал, жена, которую ты мне дал, вот она меня получила. Ну, Боже, ну, то ж ты дал. Это она такая, которая ты дал. Ну, не я же виновен. Как часто мы можем стрелки вести на Еву? А Бог говорил, Адам, ты будешь там. И Бог спросил, Адам, где ты? Почему ты, Адам, не там, где оставил тебя и где ты должен был быть? Почему ты не там, где Ева, и Ева не там, где ты? Отцы и мужья. Почему мы не один и не вначале? Почему мы вместе не можем молиться? Почему мы вместе не можем открыть боль из сердца друг к другу и Богу? Почему? Отцы, не раздражайте. Это многое зависит от нас, мужей. Благоставение наших детей, наших жен, наших домов, наших семей. Если мы не убогие, если Бог не пребывает во мне, мы не можем дать. Бог дал мужей, Он дал, что мы добыли в семьях, опорою, крепостью, поддержкой, пониманием, силою, могуществом, властью, то есть Божией, не такой, как те. А жены в семьях это красота, это благоумхание, это устройство. Я думаю, что сейчас с Иринами так смотреть, он может уже увидеть, что только когда жены не дома, правда? Ну, хорошо, твоя сестра поможет. Я как-то говорил с ней, что ее хороший экспириенс будет перед тем, как выходил замуж, он уже знает, что ты будешь матерью и детей. Да, Лена? Поэтому мы часто мужья бежом, как дети. Да это так. Я помню, когда мы учились и стирка была у нас. Не знаю, молодежь, все белое, красное, розовое, синее, все в одну кучу, и один чан из стирка, и все стало бурым, малиновым, розовым, какой угодно, но белого не стало цвета. Все-таки в этом наделено женственность. И Бог сказал, она одарена Богом женственностью. Вот почему Бог сказал здесь, отцы, не раздражайте. Матери наделены женственностью, любовью, нежностью, но если мы будем все время грубить, 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 и относиться к группе, поймите, отоженственностью и уйдет. И они станут, потому что они на своем месте. И вот здесь я буду проводить некоторые моменты, примеры из жизни наших праотцов. Я почему сочетал это место Писания, здесь говорит, что о вас говорил, или об этом говорил, лицемер хорошо проповедовал о вас Исайя, пророчество, приближается ко мне? Скажите, а кто это приближался, когда пророчествовал Исайя? Скажите, тогда был израильский народ или нет? Еврей. Вот Бог предусмотрел, показал, что будут приближаться. когда Бог изберет народ особый и будут им приближаться и кто, как они должны к Богу. Скажите, а я вижу себя здесь, в этом пророчестве Исайи, я вижу себя? Будут приближаться ко мне люди, будут приближаться, которые что? устами своими ждут меня языком, сердце же их далеко отстает от меня. Не похоже для этого мне. Если это пророчество Исайи ко мне сегодня, через столько тысяч лет, что я сегодня пришел в дом молитвы, чтить Бога, у меня есть мне нечего сказать им. Мое сердце не наполнено радостью, мое сердце не наполнено благодарностью. Поймите, на это есть причина. Я не могу сегодня говорить, но это другая тема. Я хотел бы, чтобы сегодня мы задумались о том отце. Я зачитаю один момент об одном отце. четвертый царство. Все, я думаю, и наизусть уже знаете, четвертый царство, двадцатую главу. В те дни заболел язык я смертельно. Будьте очень внимательны, я буду читать выборочно, но вы я хочу быть молитвом в состоянии, чтобы Дух святой показывал мне меня. Забодел смертельно и пришел к нему Исайя, сына Мозу, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. черта подведена. Но заметьте, как много зависит от меня. Уже решение неба, уже приговор неба, посланник Божий, пророк в доме, делай завещание, ибо ты смертью, то есть, заметьте, что он говорит, заболел смертельно и пришел пророк и сказал ему, для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Надежда, если нет, абсолютно. Руки опустились. Сегодня мы так же привыкли, мы тоже спешим, если что-то с нами случается, мы сразу знать. Знать. И как часто я встречаю людей, которые так боятся, так боятся умирать. К сожалению, христиане, но я называю их в кавичках, потому что истинные дети Божьи, они не боятся, они будут радоваться, как получившие великое преимущество. Так написано. Радоваться, потому что заканчивается страдания существования на земле и начинается, только начинается жизнь, как он начинается жизнь. Но для нас, христиан, нужно знать это, что верующие не умирает. Именно сыновья и дочера Божьи, Иисуса Христа, Сына Божьего, не умирает. Если вам кто-то говорит или говорит, слышно, похоронах, пришла гость с косой, смерть, так дальше, ложь. Так не написано. Написано, читайте, крымчанам послание, и там и последний же враг истребится, какой? Смерть! Смерть! Где твоя жало? Ад! Где твоя победа? Над амитами кровью акция смерть не имеет права, она поражена голгофой. За сыновьями и дочерями амитами кровью акция не смерть придет, не гость с косой, но огненная колесница и ангел Божий и сын Божий. Аминь! Только так! Она забманывает, пришла так ось лявая, она пришла только не за своими, она придет за своими, кто верил в нее костлявую, то я раз не придет. Ты боишься ее, вот почему боятся умирать, костлявая боятся, не служить Богу, не познали его, не выгрудились. Вот здесь отвратился язык, смотрите, что он сделал, время летит, и отвратился язык лицом в своем стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни. Давайте проверим. Могу ли так Богу сказать, о Господи, вспомни. О чем? Что я ходил преди всем твоим верно и с преданным тебе сердцем. Я не имею времени за достатка времени остановиться на словах, что такое верно и преданным сердце, хоть это важно. Верил, уверил, уверен был, не сомневался, не кулебался, что я твой сын, что я твоя дочь. Верен твоим обетованиям, верен твоему слову, верю твою силу крови акца, верю голговский крест, верю искупление, верю избавление, верю сошествие святого духа, аминь, верю верно с преданным тебе сердцем. Как оно преданное сердце? Возвие Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, душей и крепостью, аминь. Больше из них подобных заповедей что? Нет. О, Господи, вспомни, с преданным тебе сердцем и делал угодные в очах в них и заплакал Язекия сильно. Смотрите, и заплакал Язекия сильно, и вышел тет и гордо заплакал. Как похожа картина, правда? Знал Язекия, свою жизнь знал, что говорил Богу. если бы она была настолько идеальна и преданна и чиста, он бы не заплакал. Но он сказал, я так думал, что здесь была молитва, Господи, вспомни, что я ходил при лицах твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодные очах твоих, и заплакал Язекия. то есть Господи, я тут приговор, я ничего плохого не сделал, а мне смерть. Бог сказал и Бог послал. Исаия еще не вышел из города, Исаия ушел. Пророк ушел. Еще не вышел из города, но с дома вышел. И остался Исаия и Язекия наедине с Богом. Знает только Бог, что там происходило, и как там метался Язекия и говорил Господи, но Исаия ушел. Это все кончено, кончено. Язекия бери ручку, бумагу, делай завершание, ведь это звучит в ушах. Делай, спеши, тебе может остаться минуты, секунды, не рассчитывая на дни. Твой дом пришел в крок, от того времени, если пришел в дом пророк или вселение в город и сказал это исполняется не через много лет этих времен. Это сейчас, это момент, этот день произойдет, это означало, что в этот день его последний. Язекия, спеши, спеши делать завершание. Он заплакал. И вот эти слезы видят Бог, что он повернулся, заметит, она написана куда? К стене. почему? Богу он отвернулся от всего того, что он имел. Уже не надо. Стена и я заплакал сильно. Когда ты и я будем предстоять пред Богом, вину вспоминать, Господь! И этого жалко, этого жалко, это еще не сделано, и там еще не закончено, там еще то, и там еще то. Отвернись! Отвернись к Богу и скажи Богу правду. Отвернись от этого! Языки отвернулся и заплакал, и отвернился к семье, и видит Бог, еще не вышел из города. Если бы одна стопа переступила черту пророка Божьего из города, приговор был Божьей Божьей. Божья милость стояла до тех пор, пока еще пророк находился в том городе, в том селении. Но когда переступал черту этого города, селения, этот приговор был исполнен. это все они знали. И вот еще не вышел, еще не вышел, Божьей пророк и Исаия, вернись. Я вижу ее повернувши к семье, он продолжает плакать горко, он оплакывает всю свою жизнь, он оплакывает все свое прожитое время, он отвернулся от своего богатства, своей слави, всего, что он имел, он отвернулся, повернулся сегодня к семье, ему уже ничего не надо, он не пишет завещание даже, его рука не поднимается писать завещание, он не спешит это делать, он повернулся к богу, к семье, говорить богу, Исаия, вернись, возвратись, скажи языки, владыки народа моего, видите, скажи, владыки народа моего, так говорит господь бог Довида, отца твоего, я услышал, твою муну, я услышал, увидел слезы твои, как важно сегодня молиться, а если у нас нет молитв, нет слез, братья, дорогие и сестры, и не будет ответа, ни у нас, ни у нашей жизни, ни у наших домах, ни у наших семей, почему у нас сегодня нет слез, почему у нас сегодня нет молитв, если у нас сегодня была молитва покаяния, но не было бы слез, я его не о лицемерном покаянии, а сердечно, как языки, вспомни, о господи, вспомни, о господи, вспомни обо мне, вспомни, вот моя жизнь она предстала передо мною, и знаете, те люди, которые переживали или знают, которые знали, что картина жизни, когда перед последние минуты жизни, перед ними как экраны мелькает их не о жизни, их не о жизни, перед нами тоже она предстанет, языке была эта возможность, он повернулся к сене, он видел, кадры за кадром, шли, шли, писал, о господи, вспомни, вспомни, языке продолжал плакать, продолжал молиться, подозревал говорить Богу, если бы только вот эта молитва была обрати внимание, если бы вот эта молитва, которой он сказал при языке, о господи, вспомни обо мне, о господи, вспомни, что я ходил предан к тебе сердцем, то язык не был рядом с ним, и Бог сказал, я исцеляю тебя, я услышал тебя, это было при пророку на миссии, но именно это был тот момент в молитве, когда он повернулся лицом к себе, он продолжал молиться, он продолжал плакать, он продолжал говорить Богу правду, он продолжал говорить все Богу, то, что у него было, и Бог возвращает пророка, иди назад, и скажи, владыке народа моего, видите, Бог знал, Бог увидел, и приговор владыки народа моего, что прежде времени должен умереть, Бог это знал, разве Бог не мог повести пророка сказать, я исцеляю тебя, ты владыка народа моего, я услышал тебя, что ты сказал, Господи, вспомни бы мне, прощаю тебя, я благословаю и исцеляю тебя, Бог мог это сделать, но Бог показал для меня для тебя на странице этого мало, Богу нужно открыть сердце, сказать Богу, поотвернуться от всего, от своих добрых дел, от своего стажа, от своих заслуг, от своих авторитетов, от всего то, что я имел, на что я рассчитывал, что Бог помоил и жалится надо мною, Он отвернулся, будучи владыкой, что Он владыка, что Он отвернулся от царства, от слави, от почета, от уважения, к себе, я и Господь, это все не мое, оно чуждо мне, только тогда Бог услышал, только тогда Бог возвратил пророка, только тогда, когда из сердца пойдет молитва покаяния, в твой дом придет ответ до Господа, в твой дом придет Сын Божий, аминь, только тогда, когда от сердца скажешь Ему правду, какой ты сын, какая я дочь, как я предал служению. Скажи Ему, он здесь заметил, что есть много моментов, я их не буду читать, в ее слезы твои, вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя сирийского спасу тебя, видите, исцеление, прибавление жизни, спасение от верга, сколько ответов сразу дает Бог, что об этом просил Иезеки, исцелю, пойдешь в дом Господень, в третий день пойдешь в дом Господень, прибавлю ко дням твоим 15 лет, от руки царя сирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя, и ради Давида, ради Давида, раба моего, заметьте, защищу город сей, ради себя, уже здесь нет, ради себя, внимательнее будьте, внимательнее будьте, Бог что-то смотрит дальше, в будущее, он знает наши, прошедшие, настоящее, и будущее, ради себя, и сказал Исаия, возьмите спас мог, приложите, вы это знаете, там дается знамение, я тоже прохожу это, но именно Бог обратил внимание мне на этот момент, вы помните, когда после исцеления, что он делал в языке, когда пришли его проведать, богатые люди, знакомые, друзья, о чем он говорил, о всем, но не о Боге, о чем и Бог сказал, ради себя, и Давида, раба моего, а тебя назов Владыка народа моего, но не ради тебя, потому что ты не оценил этим, не видел этого, еще не помнил, и давида, сказал Исаия, когда был проснул к нему, Исаия, пришел Исаия, пророк Езекии, сказал ему, что говорили эти люди, откуда они приходили к тебе, сказал Езекия, из земли далекой они пришли, приходили из Бавилона, и сказал Исаия, что они видели в доме твоем, видите, какой вопрос конкретный, что они видели в доме твоем, от того, что ты отвернулся, и как быстро выполнен эти какие показал бог меня наше человеческое это натура ветхая природа как мы быстро забываем как бы быстро забываем милости божии любовь божию как мы быстро забываем об этом даже не сказал об этом ничего о чем и были что они говорили что они видели тебя в доме и знаете что он сказал не осталось ни одной вещи которые я не показал бы им сокровищный цех моих ах языки всего этого ты отвратился лицом в стене оно тебе не могло и через так быстрое время ты все это забыл и так все это стало близко к твоему сердцу что ты люди пришедшие к тебе узнав что тебе предлина жизнь что ты исцеленный пришли чтобы вместе порадоваться вместо того чтобы сказать бог мой которому я преданно служу который явил милость мою я хочу воздать славу идем в дом господин сделаем там постами его достои славы ты показал все что иной вещи не осталось сокровищница сокровищница заметьте не в царстве а в сокровищнице ты обо всем можешь рассказать всю свою боль вылить всю сумку сокровища свои рассказать показать другим сказать но богу ничего как часто на это способны когда наш дом приходит как будто я первый такой человек открою сердце душу а потом тебя очень сильно бьет богу зачем богу открою сердце человек не поймем тебя человек сегодня мои подарки завтра тебя будет вот на чем способен человек языки это не сделал и сказал и со языки выслушай слово господне только что недавно было из силе 15 здесь выслушай вот придут мне и взято будет все что в доме твоем чем ты бесполезно что ты упопал чего тебе и что собрали отцы твои до сего дня в вавилон до сего дня в вавилон ничего не останется говорит господь то есть оно пойдет все будет взято в вавилон плен отобрана все что собрал ты и отцы твои тебя не останется ничего не останется говорить господь будьте внимательны особо к Богу подчеркнул мне 18 стих я говорю о отцах сегодня тема о родителях 18 стих и сынов твоих которые произойдут у тебя заметьте еще не было и сынов твои которые произойдут у тебя которых ты родишь возьмут плен и будут они ем внухами во дворце цара вавилонского и вот здесь Бог подчеркивает наш родитель отцов в первую очередь что сказал отец о господи вспомни обо мне вспомни прости меня помилуй меня дом семью мою детей и на языках моих до пролица мир твой благословение твое защити да бы этого не было отними отмени этот приговор это мог сказать язык я но Бог показывает другую сторону я сказал язык я Исаии благослову господне которое изрок и продолжал да будет мир и благосостояние в одни мои вот я отец пожелал и благословил детей я никогда об этом не думал о Боге подчеркнил это сегодня таких родителей вот так благословили своих детей только чтобы им было прожить хорошо и жить было хорошо а они пусть сами а мы тоже жили а нам никто не помогал а нам никто не был нас не было у кого надеяться и так дальше наши родители нам не помогали мы сами карабкали мы сами выживали мы сами строили мы сами созидали и так дальше отцы покайтесь покайтесь вы под проклятиями ваши дети будут страдать и посмотрите что этим словами язык я поставил своих детей своих сыновей под проклятие он сказал хорошо благослово ты изрок Исаия да будет в мире благо в одни мои а в одни мои сыновей пусть что угодно пусть что угодно отцы не раздражайте своих детей отцы что мы несем сегодня нашим детям сегодня мы они нуждаются чтобы мы пришли к ним они нуждаются чтобы не позвонили спроси как ты все ночью как ты доченька проведай проведай посмотри в чем он нуждается подскажи словом дело и знаете однажды я проведу один момент из жизни отец рано обдавел остались детки и вот была его старшая дочь и знаете как сегодня да еще в этой стране очень строптиво молодежь она этот мир тянет подруги друзья и так дальше и она пошла на скользкую дорогу отец очень был расстроен я очень сильно был недоволен ее и ее жизнью и он даже говорил что я сам церкви скажу чтобы тебя наказали он добился этого ах отец ты проспал помните говорил эту проповедь поза поза прошлой разы и тогда бог сказал ангел Господин сказал Иосифу и Марии Иосифу сказал возьми сына своего и беги в Египет сегодня бог говорит мне нам отцам и матерям особо отцам берите своих сыновей и дочерей и бегите берите у них посты и молитв и бейте тревогу берите тревогу кто сегодня бьет бывает начинаем бить тревогу о своих детях тогда когда они уже там дорогие мои нужно молиться оббить тревогу тогда когда отче зародыш выделил вот здесь когда еще утром молиться и благословение благосостояние охране и благополучие упустили много упускаем много теряем сегодня много потеряли много потеряли отцы отцовства матери материнства потеряли и возит она в этом состоянии он говорит да будет ты благо ты сказал это будет в одни мои и вот эта дочь вы знаете ее действительно разошлось она как знаете как на зло она не могла удержаться как она говорила я хотела быть хорошим и не получалось потому что сам родной отец он даже не спросил меня а почему что у меня внутри там делается его не было времени обратить на меня внимание он был занят своей жизнью своими делами я вот так часто ждала что он подойдет и спросит доченька как дела что умникнет мою жизнь поможет мне у меня нет мамы мне никому открыть боли переживания я не знала как правильно себя вести я не знала материнской любви ласки я не знала потому что мама рано умерла я видел другое зло ненависть и так дальше не буду перечислять и в этот момент когда мне было очень трудно я подошла к отцу сказать папа я сказал папа я хочу с тобой поговорить он сказал дочь потом ты видишь у меня дело сейчас важное и дошло до того что эта дочь ушла он начал тогда жестоко с ней поступать говорить с ней строго жестоко изгонять не давать и так дальше и когда ее исключили из членов церкви она пришла к отцу вечер когда ложился спать она правда что сделала в это время когда ее исключили он был на работе она постирала всю его одежду выгладила выстирала всю постель всю он пришел когда ложится спать стоить она с полотенцем с миской воды папа я хочу ноги твои умить папа я люблю тебя мне так недоставало твоей любви папа прости меня не обижайся на меня я не хотела быть такой но церкви другой жизни нет я не видела мне никуда было брать пример я никуда не могла я увидел это хорошего примера я не видела что папа сказал у меня эта постель жила я не мог на ней жать отцы матери он пришел к дочери он не спал он просил у дочери прощения доченька как и часто ждала меня чтобы я пришел уникнул в твои дела взял тебя на руки посадил тебя обнял тебя целовал твою головку ты этого ждала ты видела других но мне было некогда я был занят своей жизнью мы просыпаемся но очень поздно порой порой поздно мы плачем но я скажу что нужно плакать тебе тревогу нужно плакать своей жизни как часто мы можем думать устроить жизнь своих сыновей и дочерей как часто мы мешаемся что не Бог устроил мы устроим и от этого нет благословения страдаем мы страдают наши дети когда мы не даем Богу возможности что и Бог что-то делал и вот здесь он сказал благо слово Господне которое ты изрог и продолжал да будет мир и благосостояние во дни мои во дни мои для меня для меня заметьте как мы сегодня любим Господа как мы сегодня обращаемся к Нему это человек это язык это отец он мог бы сказать Господи яви милость дома моему как помните молились мужья перед этим и после этого почему сегодня так много зла почему сегодня так много слез почему сегодня столько горечи печали потому что сегодня отцы мы не на своем месте мы не в присутствии Божьем Бог сказал отцы не раздражайте вы должны быть главами семей с пасторами домашней церквей я хочу чтобы для вас был глава Христос глава Христос я думаю что и под этим словом вы понимаете что я говорю тогда когда ко мне будет глава Христос тогда у моей жизни у моей семьи будет мир и благословение теперь немножко матери материнства мать которая теряет нервность материнства сочувствия сострадания дети этого ждут дочери ждут не то чтобы мы сказали отцы и матери вот ты такая ты такой ты такой помолись любовью подожди любовью и Бог обратил внимание посмотри что сегодня много семей которые поженились повыходили замуж не желая этими детей я говорю почему они не имеют материнства Бог хочет чтобы они проникнули в это почему в моем сердце нет отцовства и материнства почему мне не ходится этих слов любви ласки нежности подойти сказать обнять почему у меня нет этой возможности с моей стороны сделать чтобы мои дети могли прийти и сказать мама папа помните я напоминал прошлый раз когда случилась беда в Фомаре она не побежала к Давиду к отцу а к брату в Руслому и что же там сделал возьми немножко не читаю время ушло когда когда а брат хотел взял от зло над своей сестрой и сказал помните помните я читаю я читаю этот рая царств а сын Давида Амном Амном и было после того у сестра сестра красивая по имени Фомар и полюбил ее Амном сын Давидов и было после того у Весолома сына Давидова была сестра красивая Фомар и полюбил Амном сын Давидов и скорбил Амном до того что заболел из-за Фомар сестры своей ибо она была девица и Амном оказалось трудным чтобы нибудь сделать с ней и вот здесь в это состояние брат и сестра семейство и Бог показывает опять-таки где был отец где был и матерь сын заболел заболел от того что он полюбил сестру и он сказал это не Давиду отцу а сказал кому и сказал и надал ложись в постель твою притворись больным и тогда отец твой придет навести тебя и скажи ему пусть придет фонарь и Бог подчеркивает это к сожалению в стыду моему я к себе мы часто приходим к нашим детям сыношек доченька когда они больные а разве не было у тебя Давид времени прийти проведать Амнона когда он был здоровый спросил как твои дела что-то что-то с тобой я вижу там происходит непонятное что-то у тебя там происходит Амнон что-то с тобой делается я замечаю но Давид занят престолом царством народом а дети остались незамеченные обделены вниманием и любовью заботой отцовской вниманием обделены и вот Давид не нашел времени обратить на это внимание но нашел Амин Инадар нашелся тот который дал совет ты там больным он придет когда он скажет ты ему скажи свое желание я хочу чтобы без руки своей покормила моя сестра а тогда ты сделаешь свое дело грустно а есть себе Давид даже тогда когда зашел в комнату где лежал притворившийся больным сын вникнул как отец сынок а что в тебя болит некогда некогда или даже не обратил на это внимания не до этого мы заняты другими важными делами житейскими делами мы желаем более важными делами чем уникнуть жизнь сына отчего он заболел Давид ты должен был обратить внимание почему и когда насмеялся этот брат дочь не пошла пожаловаться и сказать отцу отец отец ей было что сказать отцу она замечала неравнодушное поведение брата к ней она знала как в ней приставал она знала как он не говорил любовные речи которые не должен был говорить но Давид не мог ни с сыном ни с дочерью поговорить отцы вот почему Христос сказал отцы вот почему Христос обратился отцам главам семейств на нас лежит этот вес в нос и это стоит будущее наших детей наших внуков это будущее благословения их жизни если ты сегодня не обратил внимания если у меня нет времени обратить внимание если у меня нет времени сегодня постить и молить то твои дети будут под проклятием снимите это проклятие отцы снимите и что же дочь она к отцу пошла нет она пошла к Весолому брату своего Весолом брат не мог просить этого его убивает и дальше убегает и скрывается от отца от неба отца и помните когда был момент когда отец уже сказал пусть живет но не видит лица моего ах Давид это делал широковую ошибку ты потирал считай сына дочь потирала благословение потирала все ты отец ты виновен дальше ты подписал приговор второму сыну по веселому пусть живет но лица моего не видит Давид Давид придет день когда ты будешь плакать горкой и говорить о веселом о веселом сын мой если бы кто мог возвратить меня если бы я мог умереть ol придет день когда ты будешь так молиться так плакать ты будешь кричать до меня придет тот день за то что сегодня сказал оrophe видит лица моего. Как часто сегодня отцы извиняете из дома своих сыновей и дочерей. Как часто говорят, я хочу видеть тебя, такого распутного, такого нераспутного, негодного сына или дождь. Я не хочу помогать, я не хочу видеть, не нужно мне в доме такой, уходи, собирая вещи вон с дома. Мы проклинаем своих детей. Мы призываем на их проклятие. Игорь Скайович, я не говорил, а что из нас дома, это проклятие уже. Это уже проклятие. Это уже не благословение. Это уже ты вышла из слова из уст твоих, ты ненавидишь сына, ты ненавидишь дождь. Вместо того, чтобы встать на колени, встать на коленях. Еще один момент. Прошу прощения, но хочу сказать этот пример. Помните, я не читаю, хотел бы его зачитать. Я вижу тяжело. Хотел бы зачитать его. Когда? Один момент. Помните, когда шел пророк? Его пригласили в Алана. Поклянете. Помните? И что Господь сказал? Не ходи, не иди. И когда он пошел, что ослица легла? Только на одной стороне прессы не притолила его, только другой. Он не бьет ее. Он начал говорить, что ты бьешь тебя. Разве я когда-то его было, не служил не так? Помните этот момент? И помните, после этого сказал ангел. Ангел. Это уже тема о ангелах. И немножко загибай наперед. И ангел сказал, если бы она не легла, я бы убил тебя. Бог сказал. И ангелу Ладокийской церкви напиши. И ангелу такой-то церкви напиши. Помните откровение? Это пастора церквей. Отцы – это пастора домашних церквей. Это ангелы домашних церквей. Станьте, чтобы дьявол не погубил ваших сыновей и дочерей, ваших домов и семей. Станьте. Станьте на страже. Станьте в проломе. Станьте в защиту их. Станьте в постах и молитвах. Станьте слоплен пред Богом. Станьте. Молите о защите, о помиловании, о смерти, от гибели ваших сыновей и дочерей. Ваших внуков. Станьте в проломе. Станьте, как этот ангел стал говорить. Если бы я не стал, а я бы убил тебя. Но я стал перед ослицей. Если бы я отступился, она пошла, я там бы убил тебя. Ты переступил бы эту черту. Это твоя смерть. Отцы и матери, станьте в проломе. Станьте в молитве. Станьте в посте. Время сегодня одеть в рятище. Покаяния. Увидеть себя и сказать, «Отче, помилуй меня, дом, семью, моих сыновей и дочерей. Не изгонять из домов. Не преклонять. Не полосить отцов и матерей. Нет! Не полосите своих сыновей и дочерей. Не полосите. Не кляните. Не изгоняйте их. Но покайтесь. Станьте в проломе. Аминь». Будем молиться. Аминь. Аминь. Аминь.